Всем привет, с вами Мосс. Вообще изначально я не особо хотел снимать видос по копенинг, ну а ребят, количество пойманной годноты на неделе Ultimate Outs побили абсолютно все рекорды канала, и я со 100% уверенностью заверяю, что никогда во время команды сезона я не ловил столько топовых игроков. Посмотрите, собственно, на улов, поделитесь вашим, конечно же, в комментарии, ну и поддержите канал вашими подписками, и, конечно же, пальцами вверх буду мега признателен. Ну а за футболом и другими спортивными событиями, конечно же, следите в компании моих хороших друзей из Пари, которые для вас подготовили прекрасный бонус, все детали в моем телеграм-канале, а ссылка в закрепленном комментарии. Букмекер года Пари окружает игрой всех, кто получает удовольствие от спорта, футбола, баскетбола, хоккея, киберспорта, единоборства и других спортивных событий. Максимально удобное и понятное приложение работает молниеносно, а фрибет 2024 рубля доступен для всех подписчиков по ссылке в закрепленном комментарии. Уж коль отдельных спидранов по пакцам за минувшие две недели не случилось, переносимся во времени и смотрим большинство синих прожилок, которые без лишних свидетелей освещали мою рыжую келью со старенькой брови. Под это попури делюсь мыслями, странно может прозвучить, но тотцы мне порядком успели надоесть. С одной стороны, в игре появляется невероятное множество недорогих, интересных карт, которыми в теории можно забавы ради поиграть, но их численность и качество сводят на нет все приятные эмоции. Во-первых, в каждой синей команде слишком много фигурантов. Еженедельно нам запихивали в паки, СБЧ и задания около 40 таких карточек, при этом ну от силы 10 реально заходили в основу постоянно игравшего в течение сезона юзера. Вот сделай сквад из 11 реально лучших представителей лиги, добавь пару номинантов, несколько ребят из второстепенных лиг и было бы намного волнительнее да приятнее наблюдать за мощными синими волкаутами. Проще говоря, тотцев должно было быть ровно в два раза меньше, зато это были бы действительно значимые игроки. А сейчас синяки превратились преимущественно в дрова на ИПК. Вот и гоняет старый млад как белк в колесе. Забрал награды, собрал улучшения и пики, сунул дубли в крутилку на кумира или гаранта синяка, не поймал там за редким исключением ничего путного и на следующий день по новой. Причем канадская контора, даже несмотря на историю с бойкотом и праведный гнев каждого первого адекватного пользователя, не отказалась от схемы плохого казино. В первый день-два новой цветной команды они дают дроп получше, чтобы прикормить, а потом закручивают вентили и поймать что-то стоящее становится реально исключительно в магазинных раздутых паках. И плевать они хотели, что эти наборы за 650-750 ксарей напрочь убивают рынок, вгоняют в лютые минуса тех, кто брал игроков за монеты и конкретно перенасыщают игру топовыми картами, которые в свою очередь теряют эксклюзивность. Вспомните сами свои эмоции, когда ловили годного тотца три года назад и посмотрите, что творит сейчас. Эта лудаманская карусель уже совсем не приносит радости, а игроки в массе своей народ азартный. В пабликах народ даже статистику вёл, кто сколько собрал пиков 80, 81 и 82+. Некоторые выполнили это СБЧ за время команды сезона 5000 раз. Просто вдумайтесь в эти цифры, даже через компаньоны и сторонние приложения это колоссальный объём времени, потраченный в менюшках, вроде как футбольного симулятора. Думаете, игра стоила свеч и они залутали всех лучших представителей синей команды? Конечно же нет. Зато тех самых лишних тотцев набрали полные карманы, ещё и дублями, которые некуда девать, кроме как в обмены, которые в свою очередь вновь и вновь уходили на сборку пиков. Даже самые артистичные блогеры уже с трудом изображают радость на своих шаблонных видео куда там простым смертным. Гоняясь за собственным хвостом, пару сотен кругов нарезала я, но скажем на неделе Ла Лиги, лучший дроп красный Рюдигер ЗВЛ и Камовинга в одном из собранных на компе пиков. И это не пропуская ни одного ежедневного улучшения, сборки на гаранты и всё такое. Фут чемпионс, райвалс и кубки при этом отыгрывались в полном объёме. На итальянской неделе, а этот чемпионат я традиционно уважаю, глобально ничего не поменялось, а в каком-то смысле стало даже хуже. Вот убери просто нижний ряд и несколько игроков из среднего, и это была бы совсем другая команда. А так Лиао, Дибало, Тео Эрнандес и невероятно жёсткий Бастони, вот по большому счёту и все фигуранты чемпионата, которые представляли сейчас ценность. Хотя лично у меня сразу под прицелом оказался ещё Оливье Жеру, эдакий конец эры внутри обычной команды, да и по характеристикам выглядел классно. Его я в итоге не выдержал и купил где-то за 600 косарей, в который раз проверив теорию дубликатов. На следующий день мне его просто запихнули в один из пиков, который я не на запись молотил в компаньоне. Был ещё, конечно, финал Лиги Европы и товарищ Лукман, прекрасная карта по соотношению цена-качество, которой все поиграли ровно один день и забили болт, ибо на фоне других тотцев этот симпатяга Малет затерялся. Вторым игроком, которого собрали почти все, стал Хоселу, которому затем с рекордной оперативностью обновили статы после победы Реала. В коем веке контора сработала хорошо, но только что мешало так делать с остальными динамическими картами, которые иногда больше недели мариновались в ожидании апгрейда. Что до наград ЗВЛ, на серии А случился очередной лютый дефолт. За 14 побед ни одного игрока дороже 100 тысяч и никаких завуалированных компенсаций в виде условного фикиры за определенный результат. В сухом остатке с самым запомнившимся хайлайтом лично у меня сдала группа заданий на драфты. Это был хороший мув, как минимум ради разнообразия. Еще и не без приколов. Ну где бы я смог выпустить сразу двух зиданов на поле? Причем баг оказался настолько ядреным, что игра не давала настроить тактику. Мол, хочешь с двумя зизулями выйти на поляну, делает по-быстрому да втихую, не ковыряя всякие там ползунки. А вот награды в режиме остались с трехлетней давности. Вот что мешало хотя бы сейчас их немного актуализировать и за 4 победы вручать какого-нибудь гаранта ТОЦ. Нормально бы так оживили забытый, но на самом деле весьма занятный режим. Но цели, увы, у конторы другие и хорошо нам известны. Что до дропа, то помимо Али в Ешке, годнота нас внезапно настигла в уже черт знает какой по счету легендарной крутилке. Здесь нам выдали 93-го Капиту, от которого буквально несколько дней назад мы отказались в наградах за сезон. Так что все сделали максимально правильно и заодно получили отличного оборонительного крайка. Одну из немногих легенд, которые нынче ставят в основу не только ради сыгранности. Ну и пару слов надо еще прокинуть про тех самых синих гарантов. За весь ТОЦ и ивент в заданиях, сборках и прочими путями мы открыли примерно 40 наборов с игроком команды сезона. Как итог вообще ни одного годного товарища. Можно, конечно, списать на персональное невезение, но есть чуйка, что так было у подавляющего большинства. Чтобы проверить тезис, напишите в комментах, что вам по итогу выпало в этих паках с гарантом. Друзья, если с ТОЦами не повезло, но хочется летом поиграть воистину топовым составом, все вопросы с золотишком поможет решить Ваня Мухин, он же подсобит с играми, подписками и аккаунтами. Надежный, проверенный партнер канала, ссылка в описании ролика. Мы же переходим к главной неделе ТОЦа в команде Ultimate, куда должны были запихнуть лучших из лучших. По факту же, даже эту элитную солянку они умудрились разбавить шлаком, типа Савио, Фергюсона и нескольких многоуважаемых кухарок. Едва ли не в первом наборе ловим 97-ю Джеймс. Стоила сестрица Риса тогда еще прилично, но даже мысли не было каким-то образом играть за нее в кубках, не говоря уже про основной состав. Повторю, мне абсолютно не важно, насколько крутой нарисуют карту той или иной барышни. Их место в отдельном режиме и точка. Ценник ее, кстати, таял на глазах, равно как и у остальных фигурантов элитных синяков. Разрабы буквально разнесли о стену бюджет и ребят, кто покупал топ игроков недели ранее и не успел их продать по компромиссной цене. Сам брал Риса в основу за миллион с четвертью на неделе АПЛ и понимаю, что потери для бездонатных клубов воистину колоссальные. Косяки с диапазоном цен вообще без комментариев. У них ушло 4 дня, чтобы исправить то, что можно починить за 2 минуты. Даже штатные кормильцы, конторы, донатеры не могли продать жирок из магазинных паков. Ну а стоило убрать нижние границы цен, и эта накопившаяся масса пробила сразу несколько этажей, повторив путешествие рубля в 98 году. Ну а о чем тут говорить, если один из лучших в игре, дриблеров Финтабояр, Риат Морес, стоит теперь 30 тысяч монет, и на дворе не август, а начало июня. Хардкора добавили едва ли не лучшие награды за ВЛ в истории Фифули. Сделав определенное число побед, вы получали дополнительные красные пики. Полностью группа заданий просила 16 винов, и на выходе давали росы бегодноты. Такое ощущение, что можно вообще было не играть прошлый месяц, но взять третий ранг на этой неделе, и ваш составчик будто бы ни в чем не потерял. Мой Кейн и Лоутаро, если посмотреть скрины в пабликах, это еще далеко не самый жирный улов. Но главное блюдо, это пики из команды лучших. Здесь давайте уж подрастянем удовольствие, и попробуем распознать игроков по статам. Смотрим первый пик, и понимаем, что это, мягко говоря, не Фергюсон. К чертям интриги ясен пень, никого лучше тут уже не будет. Забираем Беллингема, и не спеша заглядываем во второй пик. Первый слот по статам выглядит снова бомбезно, но эти цифры я уже видел, и выдохнул почти сразу. Дальше, сразу по чтению в защите 59, срисовываем нашего слоняру. В третьем получаем добротного игрока центра поля, который у нас в клубе тоже уже имелся. Ну и напоследок смотрим на карточку с дриблингом 99. Отличный вариант, не считая того, что это очередная, ненужная мне девчуля. Коль синяя Джеймс уже была, берем в гарем дибинью, и смотрим пак с тремя продаваемыми синяками, который может скрасить колоссальные потери от покупки райса. Честно говоря, я даже не сомневался, что выпадет мне именно он. Теперь даже непонятно, продавать сразу, или когда чутка отрастет обратно, и отрастет ли вообще. Ну а Гримальда надо будет затестить в основе, а то 93-й Коул уже устал носить спобровки. Добавьте к этому эволюцию на Фекира, который теперь стал уже 96-го рейтинга, и развитие на Гулита, которое вдохнуло в легендарную Швабру новую жизнь. За кадром я еще умудрился в каком-то пике вытащить непродаваемых Райса и Мореза, так что теперь уже два Деклана и один Риядушка ждут своей участи в списке продаж. Отбить потерянную голду получится вряд ли, но зато с комплектовкой основного состава вопросы закрыты едва ли не до конца игры. Испытал ли я при этом рекордном дропе те же эмоции, как 5 лет назад, вылавливая одного крутого Тодца? Вопрос риторический. Насколько я понял, хороший дроп на минувшей неделе посетил довольно много аккаунтов, особенно тех ребят, которые добыли Велкину хотя бы там 11 побед. Поделитесь вашим уловом в комментариях, пишите пожелания по контенту, ну и, конечно же, поддерживайте канал, ваши лукасы невероятно помогают. Рассчитываю, подписки тоже, конечно, приветствуются, про соцсети. Не забывайте, все ссылки находятся в описании ролика, ну и про закрепы тоже помним, и на сегодня все. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!